215 лет назад в Полтавской губернии Российской империи родился мальчик, которого назвали Коля с фамилией Яновский, ставший впоследствии всемирно известным Николаем Гоголем. Позволю себе процитировать слова русского критика Виссариона Григорьевича Белинского. С Гоголя начинается новый период русской литературы. Я когда-то даже представить себе не мог, что мне доведется выйти на сцену в образе Николая Васильевича. Однако это произошло. Было это в далеком 1996 году уже несуществующим концертом в зале «Россия» на презентации книги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Почему я об этом так подробно? В 2010 году после отставки Юрий Михайлович впал в немилость. Эту немилость я ощутил на себе, потому что при попытке включить запись этого выступления в одной из телевизионных программ, от меня вежливо потребовали, а еще точнее ласково приказали убрать все, что связано с его именем. Я категорически возражал, но с радостью согласился. Сегодня все будет без купюр. Господа, я прибыл к вам, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. В России появился еще один писатель. Право не знаю. У меня это не вызывает слез умиления. Ибо сочинительство в России после сибирской язвы, холеры, чумы и чумака – самое страшное заболевание. Уж казалось бы, какие были солидные столпы Отечества. И цензор Гончаров, и вице-губернатор Салтыков Щедрин, и тайный советник Тютчев. А вот, поди ж ты, подхватили эту литературную заразу, и на тебе, пошла б плясать губерния. И уже умом Россию не понять, аршинам общего рынка не измерить. Странно, господа. Отчего у нас каждый непременно хочет заняться каким-то посторонним делом, не приносящим пользы Отечеству? Вот ведь и любезного Юрия Михайловича бес попутал. Господи, ну зачем ему в литераторы? Уж и так он тут всему городская голова. И с купцами дружит. И держимордом хозяин. И ревизоров уже сам на кого хошь насылает. И русское бестро открывает. И то, верно, какой же русский не любит быстрой еды? Так нет, и он подался в инженеры душ. Зачем? Чтоб какой-нибудь завистник прошипел. Борзописец. Писака. Хорошо покорнейше простить, но должен заметить, что разница между писателем и писакой такая же, как между мэром и мэрином. Только ради бога, господа, не подумайте, что я хочу себя выставить литературным критиком, и таким белинским. Ни в коем разе. Гоголь вообще не такой человек. Я вовсе не хочу сказать, что господин Лужков написал свою книгу дурно. Более того, я ее вообще не читал. Как и большинство здесь присутствующих. Я только хочу сказать, в кои веки у нас появился хороший городничий, я вот, сидя в своем арбатском дворике, частенько задаю себе вопрос, откуда у этого невзрачного господина столько энергии? Ведь до всего ему и сделано. Даже до этих богом проклятых голубей. Ведь, господа, это же для памятников сущие наказания. А Юрий Михайлович, как истинный демократ, распорядился всех этих тварей перевести на театральную площадь. Где теперь, сообразно духу времени, они дружно гадят на голову Карлу Марксу. Ой, господа, господа, сочинителей в России много. Вот хорошего чиновника днем с огнем не сыщешь. Ведь копни из них любого. Душонка-то подленькая. С головы до пят объят страхом перед начальством. А наш не боится ни черта, ни дьявола. Ведь сила духа разительная. Это ж какая нужна, господа, смелость, чтобы в нынешние времена играть в футбол. Когда все вокруг так и норовят поиграть в теннис. Не хочется, видите ли, ему быть похожим ни на Бобчинского, ни на Добчинского, ни на Поприщина, ни на Торпищева. Да, господа, никогда не думал, что мои несовершенные литературные герои доживут до конца 20 века. Конечно, если бы я сегодня был жив, я бы многие свои произведения подкорректировал. С волнением и восторгом. Глядя на возрождение храма, я бы со слезами на очах воскликнул, «Эх, стройка, птица стройка, кто ж тебя выдумал? Знать, у бойкого народа родилась ты, который шутить не любит, а сначала взорвет что-нибудь, потом на этом же месте бассейн построит, потом засыплет его вместе с водоплавающими, а потом это же самое, что взорвал, на последние деньги возводить будет». Я желаю господину Лужкову и впредь действовать в традициях нашей великой русской литературы. Если когда-нибудь он надумает написать вторую часть книги сегодняшней, у него всегда есть возможность поступить с ней так, как я в свое время поступил со вторым томом моего бессмертного произведения. Не знаю, кем окажется для потомков господин Лужков то ли городским головой, то ли писателем. Наверняка будет стоять в Москве ему памятник, на котором будут высечены слова, как бы написанные его рукой. «Ну что, господа, теперь верите, что я не хотел быть президентом Российской Федерации?» АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь Гоголя была совсем не длинной, но чрезвычайно путанной. Будучи гениальным писателем, являвшим собой точку отсчета русской сатирической литературы, он к концу своего земного пути оказался оппонентом самому себе. Именно это вынудило критика Белинского обратиться к Гоголю со своим знаменитым письмом. «Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека, этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение в вашей книге. Но вы вовсе не правы, приписавшие это вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта». «Нет. Тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести. И у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось только в нем. Но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства. Нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедуют ложь и безнравственность как истинный добродетель. Да, я любил вас со всею страстью, какой человек, кровно связанный со своей страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградой великого таланта, а потому что в этом отношении представляю ни одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа, и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ну, ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали при появлении ее все враги ваши, и литературные, там, Чичиковы, Ноздревы, Городничьи, и тому подобные, и нелитературные, которых имена вам известны. Вы сами хорошо видите, что от вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику тоже впечатление. И если ее принимали все, ну, за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению, за хитрую, но чересчур притоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей. В этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не только потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы уже столько лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека. а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть. Потому, что вы в этом прекрасном далеко живете совершенно чуждом ему в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно наслышала их, не молитвы, довольно натвердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строго по возможности их выполнения. А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким луково пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек, страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками, Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками, страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей, самые живые современные национальные вопросы в России, ну, теперь уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть, вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в ее апатическом полусне, и в это время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давший ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зеркале является книгой, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами. И это не должно было привести меня в негодование? Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас за эти позорные строки. И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги? Нет. Если бы вы действительно преисполнились истинною Христова, а не дьяволовы учения, совсем не то написали бы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть по крайней мере пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя в глубине своей совести в ложном в отношении к ним положении. А выражение «Ах ты неумытая рыла! Да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые и без того, потому и не умываются, что поверив своим баром, сами себя не считают за людей, а ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал, которого нашли вы в словах глупой бабы в повести Пушкина и по разуму, которого должно пороть и правого, и виноватого. Или вы больны, и вам надо спешить лечиться или не смею досказать мои мысли. Разгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездной. Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю, оно всегда было опорой кнута и угодницей деспотизма. Но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какой-нибудь тем более православной церковью? церковь явилась иерархией, стала быть поборницей неравенства, льстецом власти. И в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа. не есть ли поп на Руси представитель обжорства, скупости, низкопоклонства, бесстыдства? По-вашему, русский народ самый религиозный в мире ложь. основы религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Приглядитесь пристальнее и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Не буду распространяться о вашем дифферамде любовной связи русского народа с его владыками. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия. Оно покойно договорят выгодно для вас. Только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека. Вблизи-то она не так красива и не так безопасна. но может быть скажете вы мне положим что я заблуждался и все мои мысли ложь, но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений. потому отвечаю я вам что подобное направление в России давно не новость. Некоторые остановились было на мысли что ваша книга есть плод умственного расстройства близкого к сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения. Гимны властям придержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Публика видит в русских писателях своих единственных вождей защитников и спасителей от мрака самодержавия православия и народности и потому всегда готовая простить писателю плохую книгу никогда не прощает ему книги зловредной. Это показывает сколько лежит в нашем обществе хотя еще и взродыш свежего здорового чутья. И это же показывает что у него есть будущность. Если вы любите Россию порадуйтесь вместе со мной падению вашей книги. ваше обращение пожалуй могло быть и искренне, но мысль довести ее до сведения публики была самая несчастная. смирение проповедуемое вами во-первых не ново, а во-вторых отзывается с одной стороны страшной гордостью, а с другой с самым позорным унижением своего человеческого достоинства. нет, вы только омрачены, а не просветлены. Не истинное христианское учение, а болезненную боязнью смерти черта и ада веет от вашей книги. Что же касается до меня лично, повторяю, повторяю вам, вы ошиблись, сочтя мою статью выражением досады за ваш отзыв обо мне как одном из ваших критиков. Ну, если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался с досадой, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. Передо мной была ваша книга, а не ваше намерение. Я читал и перечитывал ее сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть. А то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу. Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемонии, имея в виду одну правду, неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить в половину, не умею хитрить, это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о вас заключениях. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас. Тут дело идет об истине, о русском обществе, России. И вот мое последнее заключительное слово. Если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние. Отпевали Гоголя в храме святой великомученицы Татьяны, что в Москве на Большой Никитской. Впоследствии в помещении этого храма долгие годы располагался Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ, где ваш покорный слуга делал первые шаги по дороге на профессиональную сцену. Редактор субтитров Шаги Субтитры сделал DimaTorzok